После нашей с тобой встречи люди начнут прислушиваться к себе, прислушиваться к другим и слышать начнут себя по-другому. Упражнений очень много. Итак, цепочка. Сначала расслабление тела, потом большая работа, прежде чем заговорить, над дыханием, потом начинается побудка резонаторов, потом артикуляция, ну и, соответственно, дикция. Человек приходит с запросом «я хочу научиться звучать, и чтобы меня слышали», а уходит с пониманием того, что он в жизни не тем занимался. Наконец-то я делаю то, что давно обещала, о чем вы просили в комментариях, это практика. Практика голосовая, потому что вы прекрасно знаете, что если у вас не работает горло, хотя определено оно в бодиграфе, Я Саша Снегина, я теле- и радиоведущая с 20-летним опытом, соответственно, да, работа голосом – это непосредственно то, чем я занималась последняя, вернее, не последняя, а полжизни. Так случилось, такие обстоятельства были, когда мне нужно было делать выбор, и, собственно, после 20 с хвостиком лет я решила уйти с ТВ. И, наверное, за последние 9 месяцев я успешно прокачала голос у 150 человек разных профессий, это я не беру какие-то групповые истории, Именно я улучшила их позиции с помощью голоса. То есть 12 плюс лет на радио – это работа в новостных эфирах службы информации, и это работа в музыкальных эфирах. 20 лет на ТВ – это тысяча плюс прямых эфиров. Я была шеф-редактором и руководителем нескольких рейтинговых проектов, в том числе это и «Белорусское времечко» – 14 сезонов, и «День в большом городе» – женское ток-шоу – это 6 сезонов. И там как раз, если брать, например, проект женского ток-шоу, и я помню наши встречи с тобой в рамках этого проекта, то есть это, если так вот в цифрах, 150 эфиров в год, прямых эфиров на минуточку – это 900 эфиров за 6 сезонов. Это больше 2000 гостей, которые приходят и которых я слушаю, вижу и как-то подсознательно, наверное, или неосознанно анализирую их звучание и то, как они себя позиционируют. И это только один проект. Поэтому у меня есть база и есть возможности, инструменты, которыми я сейчас помогаю людям услышать себя по-другому и позиционировать. Соответственно, голос – отсюда вывод, мощный инструмент воздействия на других людей. После нашего сегодняшнего ролика, понятно, что, знаешь, не было и стало, не будет, но точно после нашей с тобой встречи люди начнут прислушиваться к себе, прислушиваться к другим и слышать начнут себя по-другому. Мне бы хотелось, чтобы сегодня все-таки мы посвятили этот ролик вот первым шагам. То есть у меня нет иллюзии, что после нашего ролика человек, скажем, полностью постигнет какие-то азы, но я хочу, чтобы первая затравочка, чтобы все-таки первые трансформации человек получил. Прежде чем начать работать с голосом, мы начинаем с расслабления тела. Потому что если в какой-то части тела находится зажим, а, как правило, эти зажимы проявляются в стрессовой ситуации, вот мы выходим выступать перед аудиторией, наступает стресс. У каждого по-другому. Вот сейчас ты себя проанализируй, когда вдруг тебе приходится выступать на большую аудиторию или ты, ну, или в принципе волнение одолевает тобою, где-то происходит зажим. У каждого человека по-разному. Да, да, у каждого человека по-разному. То есть я-то как раз люблю выступать. Я, наоборот, ловлю вот эту волну энергии как бы зала, то есть у меня, наоборот, она, скажем, куражит. Другой момент, что я могу сказать, что в каких-то стрессовых переговорах, неприятных для себя можно потерять голос, ну, я вот говорю, да, то есть, а это тоже как бы навык, да, уметь не бояться давления, да, то есть уметь под давлением сохранять свой голос. То есть и это имеется в виду и звуковые, да, вибрации, и вообще внутренняя вот эта смелость из себя при давлении, в общем-то, выразить то, что ты считаешь нужно. И вот сейчас мы как раз подходим к самому главному и первому начальному этапу работы над голосом, потому что расслабление организма, знаешь, в теле существуют такие замочки, когда кто-то волнуется, у кого-то в груди сжимает это уже замок, у кого-то зажимает гортань, да, у кого-то идут жуткие, там, не знаю, вибрации в теле, когда у тебя дрожат руки, ноги, там тоже есть замки. Это все напряженное тело. Актеры говорят, ты не расслабишься, пока не напряжешься. И я сейчас проговорю цепочку последовательности работы над голосом, а потом мы остановимся подробно на каждом, не подробно, я дам по одному упражнению с каждого пункта, потому что упражнений очень много. Итак, цепочка. Сначала расслабление тела, потом большая работа, прежде чем заговорить, над дыханием, потом начинается побудка резонаторов, потом артикуляция, ну и, соответственно, дикция. То есть цепочка состоит из шести таких блоков, да, и на каждой из этих блоков нанизано очень много упражнений. Расслабление. Первый блок, да. Упражнения из йоги, любые упражнения, которые позволяют тебе почувствовать свое тело, расслабиться, сюда подходит. Я, например, опять же, руководствуюсь актерскими практиками по поводу того, что не напряжешься, не расслабишься, например, рекомендую к практике такое упражнение, называется звезда. Все знают позу звездочки. Это нравится, например, моим и взрослым, и детским группам, когда ты становишься в позу звезды, потом попрактикуешь, делаешь это. То есть звезда, упражнение звезда на расслабление. Когда ты становишься... Смотри, получается, стал в звезду, а что нужно? Сжать? Стал в звезду он, и сам себе говоришь, напрягаюсь. И ты должен напрягаться, ну, не просто напрягаться, ты должен напрягаться достаточно сильно. У тебя напряжение должно сохраниться в кончиках всех пальцев, да, и рук, и ног. То есть напряжение должно быть максимальным. У тебя должно быть напряжено лицо, напряжены кончики пальцев. Очень сильно, в течение, не знаю, там, 30 секунд. А потом сброс. Сброс, как будто тебя перегнуло пополам, да, и ровненько до пояса ты упал и повисел. И сделать это нужно в несколько этапов. Три-четыре этапа. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Когда ты вводишь это в привычку, утром встал, проделал даже хотя бы уже одно упражнение, и твое тело уже по-другому тебя слушает. И, например, у меня месячный интенсив по курсу, да, и вот первую неделю, хотя речевой курс мы не говорим, мы учимся расслабляться. И вот второй, самый важный этап – это работа с дыханием. Потому что если мы не запускаем дыхание, то дальше продвигаться по работе над голосом бессмысленно. И очень многих в разном возрасте приходится переучивать. Диафрагмальное дыхание, речевое дыхание – тебе знакомо это понятие? Ну да, и особенно я же еще как бы тренер по скандинавской ходьбе, я могу сказать, что, в принципе, от стрессов у нас это все очень сильно зажато. Да, да, и дыхание не только помогает тебе звучать красиво, но и еще помогает прослаблению. В осанке. Ну, то есть, на самом деле, это прямо такая история, которая помогает, ну, тут перечислить, не перечислить. То есть это такое комплексное решение, что, извините, конечно, да, то есть человек должен пить, есть, спать и дышать. Ну, да, 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 но смотри, когда мы рождаемся, вот у новорожденного дыхание диафрагмальное. И если мы посмотрим за ребенком, вот он лежит на спинке, и он, когда плачет или смеется, или дышит, у него животик на вдохе поднимается, на выдохе убирается. Потом вдруг происходит что-то в нашем организме, и, как правило, там 99,9% людей начинают дышать противоположно, да. На вдохе у них живот втягивается, на выдохе мы его надуваем. И вот для того, чтобы запустить диафрагмальное дыхание, как раз мы работаем над тем, чтобы на вдохе мы наполняли наш бахт воздухом, который будет служить нам как раз топливом для хорошего звучания. Вот диагностику обычно я такую проведу, давай проведем и с тобой, и с нашими зрителями. Сделайте вдох, как вы это умеете. Не сидеть или стоять? Можно сидеть, да. Вот вдох и попробуй произнести фразу, любую фразу, ну, например, за окном хорошая погода. На вдохе, да? Ну, в смысле... Сделай вдох и просто произнеси, вот мы сейчас, это диагноз. За окном... За окном хорошая погода. Отлично. Вот сейчас, скажи, физически, когда ты произносила фразу, ты делала это на выдохе, затаив дыхание. Затаив дыхание. Затаив дыхание. Да. Обычно еще люди не понимают, как они делают. Да. Самая частая ошибка – говорить, затаив дыхание. Мы думаем, что мы делаем вдох, да, потом вот здесь... И пока нам хватает всего этого, мы начинаем говорить, потом забегаемся, и потом приходим к тому, что набираем опять воздух в легкие, опять говорим, затаив дыхание. Так вот, здесь важно понять, речевое, диафрагмальное дыхание способствует красивому звучанию, потому что наш голос – это звучащий выдох. Соответственно, сделав вдох, мы говорим все на выдохе. И плюс этого звучания, во-первых, в неповерхности, в глубокости и в свободе. У нас сразу освобождаются связки, которые, как правило, напряжены, и люди, которые много говорят и не умеют пользоваться дыханием. Вот здесь происходит зажим, и потом, чем это чревато, мы наутро можем встать без голоса. А еще хуже голос может у нас сесть от волнения, от стресса и от того, что мы неправильно пользуемся дыханием прямо во время выступления. Вот он сел, и все. Речевое дыхание. Вот диафрагмальное дыхание. Мы можем сейчас с тобой встать и показать, как правильно это делать. Я вам сейчас скажу. Вот я уже показала на руке, а теперь должно это происходить вот так. Лучше всего начинать запуск лежа. Я сейчас вам расскажу, как это делать лежа. У кого-то это быстро получается, кто-то делает это долго, изнурительно, для того, чтобы получить результат. На вдохе, видите, моя ладошка поднялась, а на выдохе, когда я говорю, воздух спускается, да, и обтягиваю живот. Вдох. И на выдохе, например, на звуке Мой живот сдувается. Вот это и есть правильное дыхание, которое нужно тренировать для того, чтобы потом работать над голосом. Да, только не насильно рукой вдавливать живот, а живот должен быть сам по себе, просто рука для того, чтобы я видела, как работает живот, чтобы сам себя контролировал. Ты так дышишь, Наташа? Ну, в обычной жизни. Нет, делаю сц, я очень стараюсь. Да, в обычной жизни, вот ты сейчас увидела, как нужно, ты в обычной жизни так дышишь или нет? Нет, я в обычной жизни так не дышу. А как ты дышишь? Садись, садись. Ты дышишь как? Вот так, как я говорила, да, животик у нас на вдохе тягивается, на выдохе выпячивается, да? Знаешь, ну не могу сказать, так как я, в общем-то, пытаюсь уже год работать над своим дыханием, но не так системно, как, конечно, вот когда к тебе на курс приходишь, да, а так, эпизодически, там, да, там типа раз в месяц вспомнила, подняла упражнение, забросила, через месяц еще раз вспомнила. Наверное, у меня нечто среднее, да, между диафрагмально-реберным дыханием, потому что я меряю размах, да, вот как бы реберного вдоха, я смотрю, что ребра стали подвижные. Ну, то есть... Это хорошая динамика. Да, то есть зажим стал сниматься, то есть снималась, то есть раньше однозначно у меня была история про то, что однозначно дышала, знаете, как говорят, да, там типа ее грудь заволновалась, как бы, да, то есть и... Да, да, да. Начала как бы колебаться. Вот это было про меня. Ага. Ну да, я тоже вот привожу, говорит, а что знаю? Я говорю, ну надо дышать нижней частью, потому что если мы посмотрим на профессионального диктора, ведущего, он может долго говорить, мы даже не заметим, когда он набирает дыхание, его плечи свободны, мы не видим, как шевелится его грудь, потому что все он делает нижней частью живота, и он может говорить это долго. Ну, я могу сказать, что я же как бы тоже была в свое время, да, связана с голосовыми историями, могу сказать, что, наверное, женщине после каждой беременности нужно восстанавливать вот эту всю историю, потому что, конечно, то есть вот именно эта физиологическая вещь, как вынашивание ребенка, да, то есть она как раз-таки переучивает ее в этот период не совсем к тому дыханию, которое положено. И могу сказать, что я очень сильно была с беременностями, у меня их было три, да, то есть понимаю, что после этого ты заново должен, так сказать, вернуться в свое тело. Ну, восстанавливаться, да, да. Итак, запоминаем, важно для работы с голосом, важно практиковать расслабление тела, потому что любой зажим в теле, особенно в этой части, да, где у нас голосовой аппарат расположен, любой зажим в теле не дает нам возможности хорошо звучать. Второе – это работа с дыханием. Если мы дышим неправильно и не настроено диафрагмальное дыхание, то дальше с голосом работать бесполезно. Запоминаем, что наш голос – это звучащий выдох, а это позволяет нам звучать долго, комфортно и приятно для собеседника, потому что очень часто, когда происходит зажим здесь, и мы неправильно распределяем дыхание, наш голос звучит следующим образом, и сюда уже идут другие зажимы, с которыми справляется артикуляция, это как раз зажатая челюсть, да, и зажатые связки. И мы начинаем издавать звуки вот здесь, а женщины, когда волнуются, они вообще выходят наверха, и тогда вот этот писклявый голос подводит нас, ой-ой-ой, как. Соответственно, в дыхательной практике важно делать, сейчас скажу, что если мы говорим про практику, запускать речевое дыхание удобнее лежа. Вот утром проснулись, легли, на живот положили любой предмет, не знаю, мобильный телефон на живот положили, и делаете так, вот мой живот, вот телефон, и делаете так, чтобы на вдохе телефон поднялся, вот, например, а на выдохе опустился. Вдох, поднимаем предмет, выдох, предмет опускается. Выдох обязательно нужно делать с полуоткрытым ртом, и еще лучше добавлять звук, с какой-нибудь звук, потому что если мы говорим, что наш выдох – это звучащий выдох, да, то потом мы уже приучиваем себя для того, чтобы на выдохе произносить какие-то звуки. Пять-шесть подходов для начала будет достаточно. Хочу сказать, что, знаешь, вот когда я даже пробовала упражнения, я потом еще все упражнения попробую, обязательно вставлю в ролик, как только ты мне сказала звучать на выдохе, да, вот оно дало вот это телесное понимание, сразу как-то стало все на места. Да, и когда человек начинает контролировать этот процесс, я тоже, ну, по крайней мере, запоминают это мои ученики, я говорю, важно понять, что за голосом требуется такой же уход, как причесаться и как почистить зубы. Ты утром встаешь, у тебя есть голос, и он тоже требует внимания. И когда ты, ну, ты же выбираешь одежду в шкафу, чтобы выйти на улицу, точно так же с голосом. Если ты его не контролируешь, он может там сам себе гулять и как-то некрасиво себя вести. Как только ты его, оп, он под контролем, и он, в принципе, с тобой в связке, он работает на тебя. Дальше. После дыхания, когда мы его нас... Здесь как раз-таки по твоим упражнениям, я бы сказала, по-другому. Контроль над тем, чтобы не мешать твоему голосу, чтобы снять все этажины, понимаешь, чтобы дать ему как раз-таки свободу правильно из тебя как бы изливаться. Да, да-да-да, да, все верно. И вот он, значит, там уже получил свободу, мы научились красиво дышать, он уже у нас выходит наружу, но тут ему что-то не дает. Что нам не дает? Ну, это вот как раз плохо развитый речевой аппарат. Если у нас пялые губы, если у нас ленивый язык и постоянно зажатая челюсть, то мы будем улыбаться, мы будем, знаешь, как вызывать эмпатию. Но это все будет сквозь зубы. Говорят же про нас, про славян, да, что мы в принципе очень терпимые, поэтому это у нас там на каком-то генном уровне вот эта зажатая часть. И вот сегодня понаблюдайте за собой, как вы говорите и насколько открывается ваш рот. Вот если на три пальца открывается, попробуй, и ты можешь какое-то время зафиксировав так, не чувствовать нигде никакого дискомфорта, то у тебя с челюстью все в порядке, зажима нет. Значит, на три пальца открывается, но долго так я не просижу. Значит, есть зажим. Здесь нужно разбираться, понимаешь, люди ходят к анатологу, люди ходят к ортодонтам, к челюстным хирургам. Я здесь не специалист, но я сразу говорю, что если вы начинаете заниматься артикуляционной разминкой, и вы чувствуете дискомфорт, когда делаете упражнение по расслаблению челюсти, то лучше не делать, лучше сходить к специалисту и выяснить, что там. Там может быть все, что угодно, поэтому лучше не переусердствовать. Но если, например, ну даже на два пальца комфортно открывать рот, то челюсть подвижная, и с челюстью можно работать. Хуже, когда она неподвижная, и ты не можешь ее расслабить. Вот, упражнение для челюсти, есть несколько простых упражнений, потому что это самый основной зажим. Этим зажимом страдают даже бывалые эксперты, спикеры. Ну вот зажатый челюсть, ты ничего с этим не можешь поделать. Ну это очень логично, потому что на самом деле челюсть, да, то есть если мы даже поговорим вот по жизни, то есть я много как бы сейчас работаю с телесными вот этими вещами, что быстрее всего страдают от нашего стресса шея и челюсть. Мы сжимаем, да, сжать челюсти, да, нам что-то не нравится, да, там скрипеть зубами, то есть это вот наша история психологическая. Это вот про терпимость, да, это про то, что там где-то когда-то наши предки вот это вот все терпели, и мы вот сквозь зубы все это пытаемся цедить. Поэтому как только расслабится челюсть, совсем по-другому пойдет звучание, вот, челюсть расслабляется. Да, да, ты сейчас расскажешь, но вот смотри, я правильно поняла, мы понимаем, что челюсть более-менее расслаблена, если два, а лучше всего три пальца, спокойно ты можешь держать сколько, 30 секунд? Ну, допустим, 30 секунд, ты не чувствуешь никакого дискомфорта, да, то есть тогда можно... Говорить, что ты плюс-минус в нормальном состоянии твоя челюсть. Тогда можно говорить о том, что ты можешь заниматься практическими упражнениями для того, чтобы твоя челюсть расслаблялась. Все понятно. Это не говорит о том, что челюсть расслаблена, это просто говорит, что у нас есть минус в хорошем состоянии. Нет, ну, челюсть может, у нас случился микростресс, и челюсть чик, и все, и она в самый неподходящий момент, она говорит, не разожмусь, все, не разожмусь. Соответственно, для того, чтобы договориться с ней, нужно провести пару манипуляций. Но если челюсть не расслабляется зажата, то лучше показать специалисту. Соответственно, упражнения на челюсть, на расслабление челюсть, их тоже большое количество, но самое, наверное, простое, оптимальное, у нас вот здесь есть околоушные такие ямочки, да, мы их находим и стараемся легонечко разминать и тихонечко открывать рот. без рывков, открыл-закрыл, открыл-закрыл, и в этих ямочках указательные пальцы проваливаются. Еще их можно вот массажировать вот этими косточками. Да, чтобы расслаблять. Потом мне нравится просто упражнение, когда ты поддерживаешь немножко указательным пальцем, тоже открывать челюсть со звуком. Опять же уже на выдохе. И следить за тем, что нет ли где никаких зажимов, да. Вот, и хорошо расслабляет челюсть упражнение глотай яйцо, да, ну вот как-то, или кусок какой-то, когда мы пытаемся проглотить что-то, зафиксировали это состояние и ушли в исходное положение, да, здесь, вот здесь тоже мы расслабляем и челюсть, и работаем с верхним небом. Артикуляция, да, то есть, повторяем, расслабление, работа с дыханием, артикуляция, до артикуляции еще побудка резонаторов. Что это такое? Ну, мы знаем, что наш организм, так в принципе, резонатор, кости наши резонаторы, да, резонаторы у нас есть в груди, там, в руках, в голове. Вокалисты конкретно работают с резонаторами, люди, которые хотят говорить и работают с голосом, они тоже, должны будить резонаторы. И к побудке резонаторов относится вообще любое мычание. Вот утром моем посуду на кухне, закрыли рот и мычим любую любимую мелодию, чтобы, это вот как раз вот здесь расслабляем гортань и мычим. Вот любую мычим, это и есть уже побудка резонаторов, грудных резонаторов, да. Закрытым ртом вращая головой мычим, это тоже резонаторы, да. Звук М очень комфортный для того, чтобы мычать, да. Потом открытые звуки такие, ми, мэ, ма, му, мэ с гласными, да, ми, мэ, да, мы тянем такой, знаешь, желеобразная такое, такую историю, да, мы вытягиваем звуки, перед этим сделали вдох и на выдохе, насколько можем, настолько тянем звук. Главное помнить, главное, да, главное помнить, что все звуки в русском языке, в нашем звучании, они вертикализированы. Даже э и и мы стараемся произносить вертикально. А, о, да, и, то есть и мы не говорим, а стараемся делать глубокое и, и, да, 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 и следим за этим, потому что все та же зажатая челюсть делает следующее. Мы все время говорим, у нас вроде как улыбка, но говорим мы невынятно, да, мы должны открывать, вот, говорить, извлекать звук в вертикальном положении гласных. Это по резонаторам, да, мы можем читать громко с закрытым ртом любой текст, это тоже резонатора. Больше не буду здесь остановиться, то есть мы должны понимать, для того, чтобы звучать, голос должен получать объемность, а объемность он получает благодаря резонаторам, резонированию, грудной звук. Смотри, вот я правильно читаю с закрытым ртом? Угу, 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 да, если ты еще добавишь туда яйцо, которое ты не можешь проглотить, это будет еще лучше, угу, 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 и у тебя звук уходит благодаря вот этому танделью образованному вот сюда в грудь. А можешь что-нибудь почитать вот так вот, вот таким образом, чтобы посмотрели? Буквально простое, что ли? Хорошо, вот ты читаешь, и твой звук уходит под ладошку, да, и вот здесь у меня под ладошкой вибрирует уже, да, то же самое мы можем брать звук ж, да, вдох и на выдохе. Вибрация происходит в другом отделе. Жужжите, да. Или еще, например, и это уже идет для понижения нашего голоса, чтобы мы уходили в низы, потому что низкий голос, он все-таки более уверенный, он все-таки более спокойный. Я хочу доверять человеку с более низким и ровным голосом. И чтобы понизить голос, сюда нам с помощью резонаторы и два слова. Хм или гм, гм или хм. Мы злимся, например. Хм. Хм. На выдохе. Посылаем голос ниже, да. Или хм. Это, кстати, хорошее упражнение для того, чтобы избавляться от гнусавости. Часто мы посылаем голос в нос, соответственно, он получается не очень красивым, сжатым, все сжимается. Для того, чтобы голос был объемным и не звучал из носа, вот это упражнение хм и гм очень действенное. Если мы сейчас просто без моей подсказки пока попробуем сказать хм, хм, он у нас будет уходить в нос, да? Да, да. А только лишь поменяв положение языка, мы получим объемное звучание. Сейчас мы язык, кончик языка, упрем в верхние зубы, закроем рот и скажем тоже хм, 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 хм. Звук пошел вниз. Вниз пошел, точно. Ушел в носа. Да, потому что когда у нас звук в нос, вот это тоже нужно контролировать. У нас как бы язык прилипает к верхнему небу, да, и получается такая присосочка. Хм, хм. Естественно, воздуху не буду деваться. Да. А когда мы, хм, и когда мы начинаем говорить сначала утрированно, а потом подстраиваем себе тот голос комфортный, который нам нужен, он уже звучит лучше. Вот даже это упражнение уже завтра многим из вас даст возможность себя услышать по-другому. Вот особенно если люди гнусавят и говорят гнус. Саша, ну знаешь, это у меня ощущение, честно скажу, да, то есть это вот просто мы так, как я говорю, да, чуть-чуть вот что-то попробовали, да, ощущение такого тепла вот нижней части и свободы в грудной клетке. Вот прямо реально стало. Ты понимаешь, у нас вот здесь все. Как только мы мозгу говорим, контролируй, эй, давай, и он начинает здесь чувствовать, здесь чувствовать. Ведь мы все можем заставить работать. Тут же вопрос уже правильных импульсов. Да, это правда. Ощущение такое, что я никогда на это не обращала внимания, и тут вдруг как будто я что-то сняла, освободила, и свобода какая-то появилась. Класс, видишь, уже мгновенный результат. Да, да, реально на ощущениях у меня есть результат. Я не знаю, как он продлится, там, может быть, знаешь, через 10 минут уже он уйдет, но я понимаю, что если действительно делать это регулярно, то это просто станет твоим как бы, ну, ежедневным существованием. Ты этого даже не будешь замечать, и будешь думать, а что, разве было по-другому? Да, да. А тут сказать, да, было по-другому. Ты знаешь, когда ко мне девчата приходят и говорят, боже мой, я теперь дышу, и это происходит непроизвольно, да? То есть если раньше я все время контролировал, контролировал, но ведь это так же и с изучением языка. Мы же не можем сразу раз и выстрелить и говорить там на английском. Все равно это дело практики. Да, мы даже и на русском, собственно, учимся несколько лет. Да, да, да. Потом, я думаю, что ни для кого там не будет новостью, ну, возможно, те, кто интересовался уже голосом и как над ним работать, тут ничего нового сейчас не услышат, но это будет волшебный пендаль и, наверное, знак тому, что нужно работать. И вот палочка, карандаш, это все для работы с артикуляцией и дикцией. Вставляем в рот. У меня, кстати, мальчик стал получать хорошие оценки. Я с мамой занимаюсь, а у ребенка плохо развита нижняя челюсть. И только вот это упражнение помогло ему получить комплимент от учителя после того, как он рассказал стихотворение там впервые за пять лет. Мама в восторге, а всего лишь просто карандаш. Любой текст, любой берем. Одних можно слушать, других невозможно слушать. От этих нельзя не слушать. Здесь важно, чтобы хорошо работали губы. Минуту с карандашом почитал, достал карандаш. Блин, ты себе так нравишься, ты так хорошо звучишь, потому что ты расслабляешь и челюсть, ты хорошенечко работаешь с губами, а потом ты достаешь просто лишние предметы. Слушай, но ведь можно же на самом деле и не читать, можно же разговаривать. Да, можно же на кофе, и вместо того, чтобы рассказывать новости просто так, можно с удовольствием, ты представляй. Хочу тебе рассказать про своего соседа. Хорошо, а еще можно за бутылочкой вина, а лучше двух, брать пробку. И разговаривать с пробкой. Все то же самое. Супер, отлично. Пробка, кстати, пробка очень хорошо расслабляет челюсть. Вообще, главное, зубы беречь, сильно не сжимать, два миллиметра, не больше. И все, новостями делимся с пробкой, читаем с пробкой, делаем, правда, это немного, нечасто, раз в день, по минутке полторы, можете использовать. Много нечасто, но для современного человека один раз в день, я тебе хочу сказать, это прям овермного, нечасто. Ну вот пробку актеры носят на веревочке для того, чтобы быстренько привести в норму речевой аппарат. По-моему, сейчас сериал «Медиатор» недавно смотрел, это уже в первой серии, главный герой едет за рулем автомобиля с пробкой, там что-то себе там проговаривают. То есть это отличный подручный инструмент для того, чтобы быстро привести в тонус речевой аппарат. Отлично. Да, ленивый язык. Ты можешь язык на ребро поставить? На ребро, да? Вот это говорит о том, что стенки языка, они ленивые, их, конечно, нужно там бы под напрячь. Это как пресс, пора. Да, да, под напрячь. Это что касается артикуляции. Ну и дикция. Дикция – это когда мы уже работаем непосредственно. То есть артикуляция – это хорошо слаженная, качественная работа органов, которые отвечают за наше звучание, да? А когда мы уже привели в порядок ленивые губы, вялый язык, соответственно, мы уже работаем на дикции для того, чтобы буковки не улетали и не удешевляли нашу речь. Я тоже привожу пример, что когда я слышу «кода», «тадас», «тока», «тока», то это очень дешевая речь. Мы должны хорошо проговаривать, не глотать окончание, а тем более не глотать буквы внутри слова. Только когда? Только сколько? Сегодня? Понимаешь? Ну, это тогда сразу придает… Да, да, придает, понимаешь, вот… Слушай, это как с жизнью, понимаешь? Можно жизнью наслаждаться, да? То есть, а можно как бы скроллить ленту смартфона, да, 24 на 7. Да, да. И пропускать… Вроде как бы ты в жизни живешь, да, но ты все пропустил. И все мимо тебя, да, 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 да. Вот, соответственно, вот смаковать, да, и преподносить это очень вкусно. На блюдечке, красиво. Не из пластиковой тарелки есть, да, а с очень красивой хочется, чтобы это так звучало. Соответственно, дикция – это… Ну, я понимаю, что дикция, да, то есть, это уже левел такой, то есть, это уже когда ты осознанно решил все вопросы с тела. То есть, все-таки до дикции надо дорасти. Ну, нет, ну, нет. Просто здесь нужно, понимаешь, это такая многозадачная история. Это когда все одновременно должно происходить. Вот я почему-то для себя сравниваю работу над голосом как работа в прямом эфире, и когда у тебя очень много точек внимания, ты должен их сгруппировать, все в кучу, и тогда есть вот результат, ты все контролишь, у тебя дыхание прямо идет, голос идет, жесты там тоже помогают тебе, все это с высказываниями. И здесь то же самое с дикцией. Но не может быть одно без другого. Не то, что там у тебя не будет хорошей дикции, пока ты не начнешь дышать. Просто не будет того звучания, да, и эффекта. Соответственно, с дикцией нужно работать, даже если ты еще и не умеешь дышать. Вот у тебя дикция, вот я подготовила карточку, например, да, вот такие карточки, не знаю, видно или нет. О, вот можно, да-да-да. Это сочетание сложно сочетаемых, на первый взгляд, буковок, которые как раз помогают вот эти спотыкания обнаруживать, да, да, анализировать их, работать над ними. Можешь ты нам ее почитать, а потом я тебе покажу фотографии. Да, то есть вот смотри, их очень много. У меня, например, на курсе я сделала 11 карточек, и, в принципе, эти карточки мы прорабатываем. Но эта карта, она самая наглядная, и я предлагаю еще сюда подключать настроение, например, воображаемый предмет. Берем там в руки молоток, гвоздь, и произносим опять же все на выдохе. Делали вдох и на выдохе. ГБДУ, ГБДО, ГБДЕ, ГБДИ, ГБДИ, ГБДА, ГБДЕ. Я очень четко проговариваю каждое сочетание, делаю упор на гласную. ГБДУ, ГБДО, ГБДЕ, ГБДИ, ГБДА, ГБДИ, ГБДЕ. Гласная, упор, забиваю гвозди, да. ПТКУ, ПТКО, сочетание, чтобы губы хорошо работали. ПТКУ, ПТКО, ПТКА, ПТКИ, ПТКЕ, ПТКИ. На выдохе. Вдох опять КЧКУ, КЧКО, КЧКО, КЧКИ, КЧКЕ, КЧКИ. КЧИ, да, такие сложные сочетания. ГБДД, ПТК, да. Но мы не произносим ПТКУ, ПТКА. Мы делаем уколы. ПТКУ, ПТКО, ПТКА. У нас хорошо начинает работать язык, рот, ну и все остальное. И вот такие сочетания помогают тоже раз в день, это как поесть. Раз-раз-раз проговорил, включил там все-все-все и пошел украшать жизнь своей красивой дикцией. Но над этим нужно работать. Человек приходит с запросом, я хочу научиться звучать, чтобы меня слышали, а уходит с пониманием того, что он в жизни не тем занимался. Он уходит с пониманием уверенности. И, ну, например, из недавних таких ярких впечатлений от работы на курсе меня поразила курсантка, 24 года, при классной должности в автокомпании, значит, руководящая должность, у нее большая там команда. Она пришла на курс для того, чтобы, ну, у нее такой, знаешь, детский голос был, для того, чтобы голос был увереннее, там, командный тон появился, все-таки руководящая должность. А потом посреди курса призналась, что вообще она пришла, потому что она хотела творчества. Эта работа не по душе. И сегодня, на сегодняшний момент она начинает себя в новой профессии свадебного регистратора. Она стала вести сториз, вести блог. Она заговорила по-другому. У нее появилось глубокое звучание. Она стала нравиться себе, и она видит себя. Оказывается, она мечтала об этом. Понимаешь? Но боялась себе признаться. И сейчас она смела. И так как мы из себя не даем вот это свое уникальное звучание, а в частности через голос, не даем из себя выпускать, то мы оказываемся не в том месте, не на той работе, не в той должности. Да, ведь знаешь, точно подмечено, что если мы не пробуем, то мы всегда проигрываем. И если мы не начинаем говорить, то нас вряд ли услышат. И мы сами себя тоже не слышим, если мы вдруг не начинаем себе говорить. Человек, владеющий голосом, он владеет ситуацией. Это точно. Поэтому тренировать голос нужно, можно. На вопрос, приходишь ты к этому или нет. Ну, а я, например, вот сейчас тоже четко понимаю, осознаю, что я делаю свою работу, чтобы люди получали результат. Чтобы гордились собой. Это про результаты. Чтобы они, наконец, поняли, как много они могут. И здесь не про голос, а здесь про то, что через голос мы приходим к уверенности, понимании себя и то, чего мы хотим. Супер, супер. Давай подведем итог и, скажем так, вот дадим несколько таких итоговых рекомендаций, после чего, ну, как бы вторая часть нашего ролика, я хочу посмотреть твою карту и буквально задать тебе несколько вопросов. Ой, это очень интересно. Я вообще люблю всякие нумерологические разборы. Я даже не представляю, ты меня попросила, там, год, месяц рождения, даже не представляю, что куда ты там, что смотришь, что сопоставляешь. Итак, итог. Итог. Если вы поставили задачу быть услышанными, если вы, например, решили, что вам пора говорить, не нужно откладывать работу над голосом, потому что, начиная работу над голосом, вы не поверите, каким результатам и вершинам вы можете прийти. Вы не поверите, какие стороны и грани своих возможностей, своего внутреннего «я» вы сможете открыть. Просто нужно начинать и делать. И люди зачастую говорят, мне не нравится мой голос. Когда они слышат себя со стороны, сейчас же вот вольс сообщения, мы отправляем друг другу, многие не делают этого, потому что им не нравится, как они звучат. Но если не делать этого, знаешь как, нельзя побороть страх публичных выступлений не выступая. Вот если не начать говорить, то невозможно работать над голосом. Еще один лайфхак. Для того, чтобы даже не записывать себя на диктофон, у нас есть две руки, это наши локаторы. Возможно, ты это знаешь, но если вот приставить ладошки к ушам и поговорить, то вот именно так нас слышат, примерно так нас слышат со стороны. А так мы слышим сами себя. И уже пользуясь даже ладошками, мы можем немножечко настраивать свое звучание для того, чтобы комфортнее было. Соответственно, вот возьмите себя за правило, например, с сегодняшнего дня, просто наблюдать за тем, как говорят люди, как говорите вы, и с кем и как вы говорите, какие интонации вы включаете, как вы дышите, и как вылетают из вас звуки. И после этого поймете, над чем нужно работать. Супер. Спасибо тебе огромное. Сейчас я тут выключила, чтобы не затринкал телефон. Я включу, посмотрю, посчитала тебе бобиграф. Это там что-то профессиональное, или в принципе все-все-все? Смотри, чтобы прочитать человека, чтобы прочитать человека, нужно несколько дней. Ну, то есть, потому что, ну, ты понимаешь, бобиграф – это, я всегда говорю, вот ты вообще что-нибудь слышала про систему дизайна человека? То есть я понимаю, что не особо, но вот хотя бы какой-то представитель. Ну, поверхностно я могу предположить, что, да, ну, само слово дизайн, оно уже само за себя говорит, да, то есть это внутренний мир человека, его построение, ну, и так далее. Там что-то связано с сознанием, наверное. Да. Смотри, для меня, например, да, то есть у меня своя авторская, вольная, наверное, трактовка. То есть для меня я влюбилась в дизайн человека, потому что это история про талант. То есть теория дизайна человека, что мы все рождены совершенными. Все. С тем набором навыков, да, и талантов, которые нам необходимы для того, чтобы совершить максимальное раскрытие на своем личном жизненном пути. Я подписываюсь. Я подписываюсь. Это правда. Да. Но проблема в том, что по пути, так сказать, появляясь в этот мир, да, то есть мы начинаем, да, как бы нахватывать как губки, да, вещей, которые к нам не имеют никакого отношения, каких-то чужих мнений, убеждений, каких-то чужих стратегий поведения, да, неких утвержденных кем-то норм, которые нам совершенно не подходят, да, и по пути, так сказать, из уникального существа, да, то есть мы превращаемся в кого-то, кем мы не являемся. Да, да, да. Вот, и, собственно, ну, опять же, получается, что чье-то мнение даже становится важнее своего собственного, стереотипы навязанные, все, я тоже про это очень часто глаголю своим курсантам. Да, да, да. И, собственно, да, то есть, опять же, чем мне нравится система дизайна человека, она говорит, что если человек слышит себя, если он звучит, как ты говоришь, в мир искренне, ему не нужны никакие системы, никакие, ни астрология, ни метафорические карты, ни система дизайна человека, потому что все, что ему надо, у него есть внутри него. Но если так случилось, что он попал под влияние, я не знаю, там, воспитание, да, некие какие-то события в жизни, и он понимает, что он чувствует, что он не на своем месте, то, конечно, вот чтение карты помогает... Направление, да? Да, оно помогает хотя бы узнать о тех своих сосудностях, да, пускай хотя бы ментально сначала, да, для того, чтобы ты мог потом как-то начать себя исследовать. Все через эксперимент, как ты говоришь, понаблюдайте. И вот здесь история про то, что, да, я вот какие-то вещи, мы с тобой сейчас проговорим, но основная задача все равно остается за тобой, понаблюдать. Почему? Потому что, опять же, в дизайне человека получается, какая история. Все наши какие-то таланты основные, да, и маяки, которые показывают нам путь, они в теле. И если человек потерял связь со своим телом, ну, в результате, собственно, да, то есть каких-то давлений и так далее, то, значит, он потерял вот тот маяк, который подскажет ему единственно верный путь. И такие вещи, как телесные практики, голосовые практики, они возвращают к ощущению тела, а тело тебе, собственно, дает маяк. Вот то, что ты рассказывала с девушкой, произошло. Она не просто голос исправила, да, то есть она вдруг услышала себя. И ей хватило смелости не просто себя услышать, но пойти... Моё мечту озвучить. Да, да, и вот как бы... Давай я хочу посмотреть, то есть твою карту, могу тебе сказать, да, есть четыре типа в дизайне человека. Ты проектор. Проектор – это человек для других. Проектор – это человек, которому интересно другие. Человек, который умеет их считывать очень неплохо. Понимаешь? И по сути своей, вот, ну, как это сказать... Твой тип проекторов, их бывает очень много, они очень разнообразны, их можно... Такого проектора, как ты, называют самопроецирующий. То есть ты изумительно, да, можешь входить в ауру человека и вытаскивать самые какие-то глубинные нюансики. А еще, знаешь, чем хорошо, что у тебя очень интересный авторитет. Это авторитет G, но я сейчас без термина в тебе объединю. Вот просто мне интересно сравнивать. Вот ты сейчас, Саша, будешь очень смеяться. Знаешь, как проявляется твой авторитет? Тебе надо вслух проговаривать все свои решения. Тебе очень важно в голос говорить. Через говорить ты видишь правду этого мира. Представляешь? скажи честно, ты проговариваешь свои решения? Ты много говоришь о том, что ты планируешь делать? Я позволила себе это делать не так давно относительно. Потому что было очень много неправильных установок, неверных. И кризис рождает возможности. Это уже совершенно точно я для себя определила. И совершенно точно определила, что аутентичность, уникальность человека в нем самом открывается им самим. Вот когда вот эта маленькая девочка, спрятавшаяся за кого-то, за что-то, вдруг говорит, все, я взрослая, я сама принимаю решения. И дальше вот эти вот вслух проговаривания решения проблем, результатов. это да, это вот сейчас про меня. Да. И вот, собственно, дизайн говорит себе очень смешно, что вот специалист по голосу, у тебя определено всего лишь два центра. Это голос и направление. То есть, по сути своей, я бы сказала, что ты голосом направляешь, и ты этим работаешь. Ты возрождаешь голоса людей и направляешь их в правильное русло. Понимаешь? То есть, по сути своей, я могу сказать, что сейчас то, чем ты занимаешься, действительно очень выражает твой дизайн. Вот он выглядит. На твоем месте. Спасибо. Да. И вот про то, как тебе нужно принимать решения. Помнишь, я говорила, что в каждом человеке есть маяк. Так вот, твой маяк это твой голос. Твой голос именно тебе в твоем дизайне может подсказать правильное решение. Ты их должна, не должна, то есть, тебе очень корректно говорить вслух и проговаривать их вслух. И вопрос, что ты говоришь не для того, чтобы услышать чье-то мнение, а ты говоришь, что в тот момент, когда ты их проговариваешь, в твоем теле рождается какая-то реакция. И вот в зависимости от того, как твое тело реагирует как бы на то, что ты говоришь, ты можешь понять, это корректно для тебя сейчас. Туда или не туда. Туда или не туда. Как будто вот люди, которые, ну, вот же проекторы, то есть, самопроекцирующие проекторы, они рассказывают, что когда они проговаривают какие-то вещи, которые их волнуют, они как будто вдруг вот в теле, да, у них возникает или пустота, да, то есть, или аж прямо не хочется говорить, то есть, они понимают, что это значит, что не та история, вот, а когда речь начинает литься и некое такое воодушевление, бабочки в животе начинают летать, то есть, то тело тебе говорит, да, Александра, двигайся, пожалуйста, в этом направлении, то есть, твой голос, по сути своей, это твой жизненный маяк, который действительно указывает твою цель. Очень интересно, да, получилось? Да, 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 ты мне, пожалуйста, потом тезисно вышли, чтобы это было у меня перед глазами, все, что ты сейчас рассказала, я понимаю, что год назад у меня еще кто-то не было, вот последние 9-8 месяцев, то, когда я сменила свою деятельность, да, у меня вот ровно стали открываться вот эти места, вот все, что ты проговорила, оно прямо у меня есть, только на начальном уровне, оказывается, это мои точки силы, вот, а я все время думала, господи, ну, может, я так много себе сейчас позволяю, а может, ну, как-то в обиход детей, а тут вроде как и семье не должное время уделяю, а может быть, надо было бы тут сейчас не пойти на релакс, а посидеть за компом, оказывается, нет, все, я спокойна. не знаю, ну,